Мое почтение, я Дискуссионный Кихот и предлагаю свой вариант рецепта выхода отечественного бухгалтерского учета из тупика, из кризиса, в котором он в настоящее время перебывает. Итак, в чем источник любого развития? В бесконечности задач, которые необходимо решать. Мы решаем, решаем и не можем перерешать в принципе. Применительных учетов мы делаем следующее. Сперва устанавливаем так называемые точки разлома, то есть проблемные вопросы. Например, обязательно ли предприятие должно применять табель учета рабочего времени? На дискуссионной платформе приводим аргументы в пользу за и против табеля. Аргументы показывают, что табель не обязателен, но в процессе дискуссии всплывают различные нюансы, что, как и почему. Открывается целое поле возможностей развития различных вариантов учета рабочего времени. Оказывается, рабочее время можно учитывать по-другому. Оказывается, что на рабочем времени свет калином не сошелся. Да можно вообще обойтись без такого учета. Потому как понятие рабочего времени уже не настолько актуально для нашей сегодняшней жизни. Проверяющие уже закисли на этих проклятых табелях. Проверяющие тоже нуждаются в развитии, в свободе, в новых перспективах своей болотной жизни. Это табель. А подобных вопросов множество. Например, перевод с основной работы на работу по совместительству и наоборот. Кто такие сельхозтоваропроизводители для целей налогового учета? Как облагать неперсонифицированные блага? Обязателен ли приказ о учетной политике? И так далее и тому подобное. Таким образом, на дискуссионной платформе мы формируем множественную базу данных, точек разлома. Все эти бесконечные точки разлома. И есть источники развития бухгалтерского учета. Именно в эти точки направляется бухгалтерская творческая энергия. Всего бухгалтерского сообщества. И именно в этих разломах формируются новые учетные решения. И решений этих будет больше, нежели одно. Точек разлома бесконечность. Их решение это и есть источник постоянного развития и совершенствования бухгалтерского дела. Мы улучшаем нашу практику ведения учета. Ищем как проще, как эффективнее. Итак, устанавливаем очередной разлом, фиксируем, растягиваем этот разлом в две противоположные стороны с помощью аргументов «за» и «против». И именно в эти разломы кидаем нашу творческую бухгалтерскую энергию. Вот где акты творения. Вот чем проявляется наша бухгалтерская творческая божественная сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова